наши самые дорогие любимые друзья сегодня мы будем готовить вкуснющую сладость она называется у нас как риштагалва по татарски чак чак да да и до башкиры татары там все готовят у них форма другая у нас своя своя да у нас от мамы я тоже да все берем 4 яйца до у нас и и и и и и и и маленькую чайную ложечку вот такой вот соли сода сода большую ложку мы добавили там еще идите немножко упала короче тут полную чайную ложку кстати вы не сказали как вам расцветка нашей до скатерти не нравится а еще хочу заметить что у нас сегодня 8 марта видите а мы будем сегодня делать готовить точнее кучу классных рецептов до женщине сёстры и подружки смотрит мамы всем с праздником да спасибо большое я тоже говорю спасибо я же тоже девушка женщина да хорошенько да мы добавили соль соду яйца мы используем нашу супер крутую чашку для просеивания и замешиваем тесто честно у нас должно быть твердым твердым да таким упругим упругим значит нужно по количеству теста ой муки извините нужно смотреть по ситуации потому что все же знаем что разная мука быть до яйца могут быть больше меньше суть того чтобы она была очень упругим я тоже думаю внутри еще мог влажное вот такое вот 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 теперь хорошо вымешиваем и будем смотреть может еще раз будет добавить или уже думаю не хватит муки вот 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 помешиваем покажу в конечном результате как будет выглядеть хорошо сейчас мы будем делать начиночку для нашего чак чак или решта голва как вот кто называет добавляем вот такую чашечку сахара и вот и такую же вот домашнего вкусного белого меда из деревни сюда нам сюда мне кажется 6 столовых ложек да я тоже думаю будет они не такие большие у нас давайте я сделаю ох и вкусный мед вот сколько я добавила меда сюда и чашечку вы видели какая сахара будем дальше делать раскатываем тесто а потом я буду нарезать ладно покажем вам как делает семя у нас мастерски это все видите раскатка идет с середины на края середины на края мы же все знаем что обычно всегда тесто по краям тонкая а в серединке толстая и так получается равномерно ну толщина самого теста и так продолжаем нам нужно тонкая до тель там здесь нужно тоненькое тесто покажу вам еще немножко без слов профессиональный процесс вот уже готова видите просвечивается наш стол она держит да видно так покажите вы на примере как надо дальше обращаться с ним все я поняла мы мы вас поняли не под слишком засушилась или что не слиплась до вот так так и теперь мы принцип наверное похож как лапшу нарезаю до домашние такими полосочками а потом ну увидите сейчас друзья очень вкусный план и так и так так и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...